Всем привет! Сегодня я хочу показать вам колонку от компании 3BIT. Это модель Stormbox Blast. Это топовая колонка на 90 Вт. Можно сказать, что это флагман от компании 3BIT. Что могу не сказать? Это 4 динамика. 2 твиттера по 15 Вт и 2 широкополосника по 30 Вт каждый. В общей суммарной мощности это 90 Вт чистого качественного звука. Ну что, звучание на самом деле бомбическое. Колонка поддерживает несколько типов подключения. Ну, основной, конечно, это же Bluetooth. Также есть AUX-IN через проводное подключение. Но качество звучания почти не отличается, что по беспроводу, что по проводу. Поставляется в картонной коробке цветной. В комплекте у нас есть инструкция на нескольких языках, но русского, к сожалению, нет. Так что придется изучать английский. Также есть провод питания. Это необычный провод питания. Это не Bluetooth, как мы привыкли. А это 220 Вольт. Кабель чуть больше метра. Метра полтора. Подключается на прямую, к специальному разъему, который размещен с тыльной стороны колонки. Здесь есть за таким вот резиновой заглушкой разъем питания 220 Вольт Type-C, от которого можно заезжать внешнее устройство. Это очень удобно. На выдаче идет до 1 А. Я проверял. Это примерно полтора А. Ну и AUX-IN. Подключение внешних устройств через провод. К сожалению, провода в комплекте нет. Все это под довольно мощной резиновой заглушкой, которую очень тяжело вставить обратно. Ну и здесь опять же название модели. Тыльная сторона у нас металлическая сетка, как и спереди. Спереди у нас также металлическая сетка. Сверху очень массивная ручка для переноски. Колонка все-таки 5 килограмм с копейками весит. Так что она очень потребуется. Корпус очень массивный. И плюс этого корпуса в том, что здесь IPX7. Это значит, что полная влагозащита с погружением до 1 метра на 30 минут. Вроде бы как-то так. Значит, дождь небольшой выдержит точно. Значит, на природе будет очень круто. Светомузыка, как видите, уже есть, играет. Здесь 32 светодиода, которые подсвечиваются в зависимости от выбранного светодиодного режима. Ну, камера у меня не может полностью передать того, той красоты, которая здесь отображается. Но это очень достаточно круто. Все управление идет у нас с помощью нескольких физических кнопок, которые расположены в верхней части экрана. Это кнопка включения-выключения, подключения Bluetooth. Также здесь есть возможность создания стереопары из двух колонок. И подключения до 8 устройств, передающих сигнал на данную колонку. Громкость увеличить, убавить. Многофункциональная кнопка play-pause и выбор следующего трека. Выбор светодиодной подсветки из нескольких вариантов. Больше, конечно, будет из мобильного приложения, которое ссылочка будет ниже. Там можно будет посмотреть, как это все сделать. Ну, или можно полностью выключить для экономии электроэнергии. И встроенный аккумулятор. Аккумулятор могу напомнить, что здесь 6600 мАч. При 10 вольтах это достаточно круто, много и хватит до 30 часов беспрежимной работы. Так, ну и есть еще такая фишка, как встроенный X-Bass. При активации можно услышать, что качество звучания меняется в лучшую сторону. И появляется больше активных басов. Также здесь видно, что при регулировке громкости меняется уровень на светодиодной подсветке. В данный момент сейчас подключено радио. Максимальный битрейт там выбран 128 либо 64 килобита. Это достаточно мало, но качество, как видите, довольно очень хорошее. Громкости минимально установлены, потому что при максимальной громкости соседи будут стучать по батареям. Ну вот такая вот, да, еще фишка, в чем мне понравилось, то что у нас на боковых гранях есть пассивные излучатели. Как видите, у них довольно очень большой ход. И при активных партиях будет очень качественное звучание, добавляется объем, басы и все это здесь есть. С обоих сторон. Ну и внизу у нас четыре ножки резиновых. Они очень большие. Гасят полностью вибрацию. То, что передается от больших активных басов от данной колонки. Ну и здесь небольшая информация о производителях и серийный номер. Вот такая вот колонка от компании 3BIT. Модель Stormbox Plast. Всем пока!